Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Сегодня мы поговорим о фильтрах и сегментах. Это основной инструмент в работе с аналитикой. Вы настроили цели. В случае с прожектором – посещение страницы регистрации. На нее заходят люди, но это просто всякий раз плюс один пользователь. А какой это пользователь? Почему он пришел? Возможно всех пользователей объединяет какой-то критерий, его нужно выявить. Или наоборот вас интересует какой-то критерий, по которому вы хотите объединить пользователей и посмотреть, как они себя ведут. В любом случае вам нужно добавить фильтр и сегментировать аудиторию. Нюансов тут много, поэтому покажу только основные моменты. Что касается фильтров, тут может быть небольшая путаница, потому что применяются они в двух местах. И в обоих случаях называются фильтрами. Сначала о низовом уровне, самом что ни на есть в первом этапе обороны. Вот у нас есть какие-то показатели. Например, страницы с сайта с сортировкой по просмотрам. На самом деле страниц гораздо больше, их тут 425. И мы хотим посмотреть, например, из какого источника люди заходили на эти страницы. Нам нужен дополнительный параметр, сейчас его нет в таблице. Источник или канал. Нет, именно источник. А вот. У нас появилась дополнительная графа с источником трафика. Мы размещали рекламу, например, платную на IT Events. И надо посмотреть, какой был результат. Для этого мы берем поиск и нажимаем на кнопку «Еще». В данном случае можно воспользоваться и просто поиском, но я покажу, как работает продвинутый поиск. На самом деле называется это фильтром, а не поиском. Просто лупа это смущает. Итак, поле «Источник». Тут несколько логических аргументов. Мы оставим «Содержит», хотя в данном случае можно и точное соответствие. «Содержит» IT Events.com. Тут есть только два варианта «Включить» и «Исключить». Я надеюсь, не надо объяснять, как работать с логическими операторами. Они одинаковы в аналитике, да и не только в аналитике. Что сделать, с чем и при каких условиях. То есть включить в выдачу только то, что содержит в поле «Источник» доменное имя. Правильнее даже буквы. Последовательность букв IT Events.com. Нажимаем «Применить» и получаем отфильтрованные данные. Куда заходили люди, пришедшие из IT Events. Ну и соответственно, если нам нужно посмотреть, из каких источников заходили на страницу регистрации, нужно поменять условия фильтрации. Страница содержит запись registration. А вот. Когда фильтр становится не нужен, его можно удалить. И также можно удалить дополнительное условие. Но можно и не удалять, поскольку если вы перейдете на любую другую вкладку, фильтр отключится сам. Кроме фильтров на уровне таблицы в аналитике есть сегменты, и это уже следующая ступень. Сегменты не будут удаляться при переходе по вкладкам. Сегменты дают возможность сравнивать разные показатели. Сегментов может быть несколько, и настраивать их можно очень тонко. То есть они могут содержать сразу несколько условий, и на сегменты потом можно накладывать фильтры, о которых мы только что говорили. Словом, сегменты — это круто. По умолчанию у нас один сегмент всегда есть — это все пользователи. Им можно выделить, например, еще один. Тут есть много предустановленных, плюс те, что вы настроите сами, также сохраняются. И их всегда можно здесь найти. Вот, например, из предустановленных мы хотим посмотреть на поисковый трафик. Применить, и нам покажут в сравнении со всеми пользователями тех, кто пришел из поисковых сетей. Сейчас мы в закладке «Страницы», а значит по каждой странице тут будут значения для обеих групп пользователей. И куда бы мы ни зашли, нас везде будут преследовать эти два сегмента. На сегменты можно накладывать фильтры, как я уже говорил, а сами сегменты, как я также уже говорил, могут быть настроены очень тонко, поскольку кроме предустановленных тут есть еще пользовательские сегменты. Плюс сегмент и вуаля, как пела знаменитая группа «Дайте танк». Вот просто все, что душе угодно. Скажем, сам прожектор проходил в Санкт-Петербурге. И, вероятно, я тут могу ошибаться, но основная целевая аудитория — это петербуржцы. Просто в силу географии им проще добраться до хакатона, чем участникам из Норильска. Соответственно, нас интересует, как вели себя на сайте посетители из Санкт-Петербурга. Во-первых, потому что это основная целевая аудитория и их поведение для нас важно само по себе. А во-вторых, и это главное, потому что, используя сегменты, можно создавать аудиторию для таргетинга в Google Ads — Google рекламе. А это уже очень действенный инструмент настройки рекламной кампании. Сначала вы максимально точно сегментируете аудиторию, а потом на основании этого строите рекламную стратегию. Либо вам работать с той аудиторией, которая максимально часто достигает поставленных целей, например, с выборкой по соц.демо, возраст, пол, ну и по географии. Либо, наоборот, поддержать тех, кто конвертируется слабо, но потенциально для вас очень важны. Поэтому в пользовательском сегменте мы выбираем город Санкт-Петербург. Тут, кстати, показывается аудитория с выборкой по этому показателю. И если мы добавим сюда что-то еще, неважно, пусть будут петербуржцы, которые зашли из гугла. Мы выясним, что их тут было целых 3,73%. Кроме общих или основных параметров, тут есть еще условия. А условия может быть вообще все, что угодно. С кучей логических операторов, словом, сегмент — это как абсолютный слух. Он может определить любую ноту во всех девяти октавах. А если учесть, что сегменты сохраняются один раз их настроев, вы всегда сможете к ним вернуться впоследствии. Надо только правильно называть, чтобы понять, что про что. Получается, что сегмент — это основной инструмент работы с Google Analytics. Кстати, даже при такой весьма случайной выборке мы видим, что петербуржцы, которые заходили из Google, имеют очень высокий показатель сеансов на пользователя. Значит, проводят на сайте больше времени и периодически возвращаются к нему. Да и показатель просмотренных страниц у них выше. Ну то есть они более вовлечены. И если сравнить эти показатели с Яндексом, окажется, что показатели там ниже, в чем я почти уверен. Это достаточный аргумент для предположения, что поиском Google пользуется более релевантная аудитория. И значит имеет смысл выбрать именно Google Ads, а не Яндекс Директ в данном случае для проведения рекламной кампании. Хотя это еще нужно проверить после запуска рекламной кампании. С сегментами на этом все, а в следующем видео мы поговорим о фильтрах. Опять о фильтрах, но уже о других. Есть еще более глубокий уровень фильтрации, чем сегменты. И он уже находится на уровне представлений.